а все он дозвался отлично создавая ну все сейчас мы начнем ставим счет на что матч остается до двух побед генерала китая в красную стрелу так ну что на то мне конечно это совсем по-другому чем игра известными телепузиками нам немного сосредоточиться почему перешел на красную стрелу ну потому что ну новый генерал накопилось попробовать на самом деле смысл я в ней особо не увидел там есть ракетчики есть минометчики но чтобы вот прямо их я не заметил их использование кого-то уникального все минометчики бы стреляли чуть подальше их можно было бы конечно куда-то что-то сажать но кто его знает я хотел в оверлордах ездить минометчиками из оверлорда из бункера стрелять но в условиях игры китай на китай допустим там герои отстреливают оверлорд вместе со всей пехотой там смысл теряется возможно здесь мы увидим если мы в мафии увидим но не обещаю игра турнира здесь будем конечно катать по жесткому так спрашиваем готов ли соперник все желает нам удачи и поехали можете пожелать мне удачи тоже сразу предупреждаю что некоторые вещи я не буду комментировать оперативно потому что у нас три без задержки поэтому надеюсь выводите в положение и ну некоторые вещи посмотрите как говорится от первого лица просто ну все я зарядился аурой удачи из чатика так заказываем мы прежде делом так хотела два дозера но уже не заказал второго дозера ладно эту стратежку то оставим на потом из два дозера или же надо было все-таки сыграть два дозера ладно не будем пока брать в голову сыграем сейф сейфовый билд где не будем агрессивничать не будем чизить просто сыграем первую первую игру сейфово скажем так с мэйна что у нас вас командник который дает тир 2 заказан у него тоже командник в свою очередь пока не тратим просветку посмотрим в нужный момент поймаем его что он там наживается на делать четыре трака пятого не строим экономим на одном траки что скорее всего мы будем решать все гораздо раньше им окупается пятый трак там все застраиваться тир 2 дозер на сразу поедет туретки ставить там где возможно экспанды какие-то соперника ну и просто взведывать так все дозер поехал на вышку самую ближайшую которую может брать соперник и будет второй дозер который на тоже вперед поедет нам и не строить если мы нам сможем пропушить сходу мы будем закреплять туретками на третий дозер скорее всего будет настроить уже вышки так время для скана чувствую здесь мы видим какой-то выход во что-то фаст тоже ты ч лап есть какой-то супер тех к сожалению не сильно разбираюсь юсей технологиях не знаю строить вышку прямо сейчас что ли давайте построим прямо сейчас вышку ладно не будем устраивать двумя дозерами пусть один съездит чекну что происходит нет дозер тоже едет на мейн не будем проявлять вышку-то на попробуем сходу на агрессивничать большой танк едет снайпершот ему так есть первый танк шел в небытие снайпершот копится долго поэтому очень важно его на очень дорогие цели использовать и там стоит туретка против героя так ладно отмена задания чекаем до вышку и он уходит во что-то такое очень суровое мы-то сами тут строим вышку ему наверняка он не чекнет ближайшее время так дождемся скана чтобы посмотреть что он все таки делает а вот и вышечка у нас здравствуй дозер бежим героем забирать дозер зря конечно все я посмотрел что вышка не надо не буду я тут ее строить отменили мы ее так делаем скан что 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 ухты я-то волкирий конечно больше всего боюсь поставим завод чтобы была одежда на завтра не тратим снайпершота на строителя так его застреливаем здесь построим вышечку так надо стрелить дозер то ну герой ты что ладно тратим снайпершот чтобы у нас не засканил ладно потратили хорошо завод есть заказываем первый танчик на поедет натуре натуре ткану ломаться здесь мы закажем на второй соплей раз все пока хорошо у нас что же он делает пока на не секрет и заказываем первых на все деньги траки сразу на соплей макро ушли раз он не желает тоже экспандиться пошел первый танк там вертолетик может прилететь заказываем ракетного танчика ухты на структуры луганов очень сильно бьют и нас могут убивать сейчас я вам скажу по секрету очень важно не пропустить момент когда за не рушится потому что в нем может умереть герой прямо патрульными наш что-то танк так сильно повредил я просто в шоке и герой у нас отдался вот это да сушится на что-то предпринимать срочно я ставлю фильм и нам надо сейчас обороняться нас только заработать сейчас supply нам важно не умереть этого с этим антил ты же могут отменить что я подумал так и зря на деньги потратил он было на героя нам отменили представляете так срочно нужен герой филд отменили продаем вышку нам потому что с ее убьют да плохо дела а так это фаер тимы которые все я понял очень серьезная такая имба которая убивается да вот так она убиваются у чего же делать-то подожди больно танчик застреляется все наши с походу дела убивают что я вам скажу между нами нет здесь герой так пытаемся застрелить сколько-то фаер тимов ну все у нас по ходу дела продавили фаер тимы фокусинка фаер тимов ну все мы вроде xd фокусили ладно кое-как отбились добавляем траков ладно надо филд срочно делать здесь у нас лечилку дозер будет строить кидаем скан на саплай да а с фаер тим у нас хорошенько напрягают снова не побежали ну все сейчас единственная у нас надежда выйти побыстрее в авиацию так пробуем вышку ему застрелить за это дело так ну-ка успеем мы фаер тим застрелить нет он мгновенно убивает аркеты спрячем дозера потом там как только он оттуда уедет мы построим там застроенному пушку не пушку вернее ладно хорошо ну саплай у него нет единственная надежда наша на завтра а мы наверно полетим туда что похарасим его на мэйне вертолетами чтобы он совсем уж не расслаблялся то есть смотрю у него все хорошо якобы здесь устраиваем вышку снайпер шотим одного танка так а вертолеты почему мы не полетели то подожди так вот герой убивает так невыгодно так с одного выстрела герои отдавать я вам скажу дорого он стоит 1800 пробуем саплай забрать просто так тушку не получилось застроить на вертолет это так все улетаем кинем ракетчиков зажигалочку ну что надо ставить на на саплай третий да и как-то пойти сейчас у него повоевать с ним хорошенько ну-ка как он готов к вертолетам прочувствуем не готова по ходу дела это нас радует так надо снайпер шот на данного танка нет лучше вертолетик снайпер шот еще одного вертолетика снайпер шот на ну так есть уже вовсю смотрю я развитие идет так убили у меня файр тима героя снова заказываю станцию ох мы все это зачем-то отдали на одной турель таки это конечно было зря честно говоря уходим из-под сброса какого-то повышения там серьезного так герои восстановлен бежим на передовую здесь надо экспандиться сразу заказываем траков четыре штуки новый саплай и до заказываем еще юнитов деньги потрачены все отлично вроде вовремя он заказывает продаж но не успевает так кидаем дрона посмотреть что он делает на втором саплая так будем попробуем его подразвести как-то вертолетами станем аркетными танками под его рампой а сами будем стрелять просто снизу так снайпер шот ним одного вертолете к так снайпер шот ним одного вертолете к здесь у нас зачем-то готовы поехали воевать с туреткой но может это и правильно мы сейчас эти застреливания второтеками наверно можно заезжать наверх так отлетим пока дождемся гатлов заплай сразу траки на него у нас есть собственное повышение правда бросать его некуда тут командник так снайпер шот ним сейчас у него вертолете к но по ходу мы все тут завершаем игру гг ну был момент когда мне убили второй саплай это было очень грустно так рука я тянулась кнопки гг да тяжко тяжко было поэтому с комментариями сложно играть в такие моменты надо к ним уже как-то не знаю морально быть готовым ну спл говорит что фаст командос это очень волна на самом деле как ты видел что фаст фаст фаерти мы просто с двух ракет мгновенно просто бах и убивают героя и все халявные причем они ракетки а твой герой стоит 1800 и я за всю игру заказал наверно четыре раза героя это посчитать сколько денег вот фат крякер говорит что как только виден фаертим сразу нужен воздух иначе беда ты прав но дело в том что я не совсем еще знаю как строится фаертим поэтому сейчас я буду знать что состоит центр релаган центр командник хотя командник зачем там нужен был можно было без него короче если фаст релаган центр сканишь то очевидно что это фаертим ну как бы видишь все приходит с опытом теперь я знаю что кроме если нет вертолета надо сразу вертолеты выходить ну это опять раз поправка я не знаю может фаертим вертолеты убивает просто человек не успевал как бы их тыкать может быть может быть надо еще узнать что вертолеты хотя бы наверняка убивают так ставим счетик и читаем чатик так тут уже рашен юзер уже заманивает оксибижена в паутину все правильно все правильно да надо подключать активных стримеров так ну что нам предстоит второй бой так ладно скайп пока не отвечаю ну что собрались с мыслями на следующий бой можно сразу вынести фаертим вопрос только чем на самом деле инструментов фаст атаки не так уж много у Китая на данный момент кроме героя сила героя в его мобильности бегает он очень быстро я думаю если что то и будет резать в следующем патче то наверное скорость передвижения в первую очередь а кроме этого нечем реально потому что ну первые машинки линксы они появляются рано если в фаззавод пойти ну что там туретка стоит на выходе еще если че грамотно застроиться оставить место только под туретку и под выезд закрыв дозером проход один линкс не проедет даже 3-4 штуки линкса не справится с туреткой и все а потом выходят фаертимы которые залпы убивают в одной машинке танки бесполезно они во первых медленно едут очень медленно во вторых их тоже только появлялись перфаертимы вносит и все и потом они бегут на тебя поэтому кроме героя вообще герой много что вначале очень сильно напрягает но человек вот поставил турельку все герой не может забежать хотя был вариант пробежать но опять же я пробежал бы мимо турельки и что дальше у меня снайпершотов один снайпершот ну заберу один танк ну хотя можно попробовать давайте может быть да так и сделаем так другую карту так другую карту вертолет это может мучить герой но один снайпершот когда забегаешь и как бы один вертолет упадет и экономика у него сильно не страдает этого но дальше то что один вертолет сбили недоработка альфа из созданной игры никак не выйти поэтому закрываем игру к сожалению альфа это вот и и вы и и вы Удалить игрока, а то это коллапс небольшой. Так, меняем сразу карту. Ну все нормально, договорились мы по карте с соперником, пожелай другу удачи. Ну что, давайте в бой. Сейчас мы конечно же поменяем немного стратегию. Раз замечен у нас Дэнбо Силен в таких делах, ай-яй-яй, фастфайер с ними балуются. Как же так можно? Будем, будем как-то противодействовать этому. Спрашивают всякие бета нет, это альфа еще, бета будет чуть попозже, возможно перед новым годом появится бета. На этой карте просится проще дефицит, пишет в этот крякер. Проще, да, согласен. Ну на самом деле просится проще, но командник застраивает наглухо именно на предыдущей карте рампу. На этой нет, невозможно поставить. Приходится либо туретку ставить, либо еще что-то, если хотите, чтобы не проезжало. Поэтому тут пал ходу в концах. Еще такой парадокс заметил. Командник Чины застраивает наглухо на предыдущей карте на дельте. А галашники ставят, у них не наглухо. Хотя вроде по клеточкам и не на кого. Так, поехали, мы чуть модернизируем сейчас стратегию. Специально для фаер-тимщиков. Специально для фаер-тимщиков. Сомневается, вот как я, что будет опять фаер-тим. Ну ладно, не будет, так не будет. В конце концов мы потестим стратежку. Ну тем более сейчас скан скинем. У нас будет фидбэк. Да, ну я совершил очень грубейшую ошибку, если попал в вижен командника. Вот в чем я сейчас только понял, осознал свою ошибку. Ну сейчас, если мне бтр отменит, я проиграл. Скажу вам по секрету. Так, и почему-то игра мне написала win. Странно, странно. А, дэнбэсилин пишет, что все крашнулось. Ну окей, ладно. Тогда заново пересоздадим. Дэнбэсилин. Субтитрын. Субтитры сделал DimaTorzok. Да, я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, нам пишет Red Dragon интересные заметки в личку. Ракетчики не стреляют по воздуху. Танки, а по самые слабые в игре. Хоть сказать, ракетчики китайцев не стреляют по воздуху. Интересное замечание, я даже не в курсе был. Если заградить вертолеты Китая и дать залп несколькими, то можно выдать напалмшторм. Вот это интересно. Так, Gatel Helix средний по ПВО, но проигрывает ЕС вертолетом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, что-то теперь у меня игра перезаключила, видимо мне тоже надо перезвести. Субтитры создавал DimaTorzok Драгон, но проблема Хеликса в том, что он доступен только после пропаганды, это очень далеко и как бы уже много всего случается к этому моменту. Ну что, пожелаем мне удачи еще раз. Начинаем второй сет. Удачи мне пригодится, чувствую я. Потому что, как вы видели в предыдущей игре, все очень быстро. Вот это поворот называется, да? Только что вы были в атаке и уже вас убивают. Субтитры создавал DimaTorzok ФАЗ-завод у нас. Ух ты, да. Вот это ход. Вот это ход. Субтитры создавал DimaTorzok Какие быстрые юниты. Субтитры создавал DimaTorzok Так, сделаем скан, наверное, посмотрим, что происходит. А, происходит, происходит у нас... Где-то стоит завод выдвинутый, судя по всему, потому что... Вот прямо параллельно был заказан, потому что на мэне ничего нет. Значит, нас с нами сейчас будут делать какую-то беду серьезную. Не знаю, даже надо поставить, что ли, на выходе. А, успел достроиться, представляете, какая удача. У нас... Филд успел достроиться. Так было. Здесь напоминаю, что когда только убивается дозер, сразу здание взрывается, которое строилось. Так, полетели. Наверное, завод его убивать. Ммм, по ходу дела мы плохо с ракеточками засражаемся. Да, это была не самая удачная идея. Вот видите, как опасно ходить. Сразу в анти-фаер-тим. Такие казусы возникают. Так, забоялся он огнеметчика. Ну что ты будешь делать? Еще и машинки не умирают. Так, мы, конечно же, идем дальше. По плану развиваемся. Так, здесь проверим, охраняет ли он главную базу. Нет, соплай мы, скорее всего, не успеем забрать, чувствую я. И в домик тут все продаем. Значит, распродажа здесь. Больше вертолетов тут не увидите новых. Масс пехота! Вот это да! Вот это ход. Так, ну все. Сейчас вся ставка на то, что ему в пехоте далеко бежать. Вот это почему не влазит пехота. Это она, конечно, зря делает. Она могла бы хотя бы одного вертолета забрать. Так, мы еще по команднику постреляем. Погрызем его. Вон лежит пехота. Все, мы влетаем. Нам тут ничего больше не надо. Там своим командником сам разбирается. Ааа, чуть не отдали. Блин, их мы отдали. Вот это да! Сейчас вертолет будет. Так, отлетаем к пропаганде вертолетами лечиться. Попробуем пока понапрягать героям. Два красных вертолета у нас. Здесь надо строить завод, по ходу дела. Продается почему-то у него... Ааа, у него денег не хватает. Ты шла, продает. Это да. Вот это поворот. У нас есть возможность засканить. Ближе к домику подбегаем, чтобы нас можно было первыми засесть у него. Все, засели. А он от нас убегает. Стой, дружище. Так, вертолеты подлечились. Так, первым садимся в домик. И... Не выносит, что ли, потерю всей пехоты? Аааа, блин, бластелин. Вот это да! Ахахаха. Ахахаха. Его просто... Называется... Деморализующая потеря... Саплая. Оказывается, вот первые какие-то изделия выполнили свою жизненную функцию. Вот это да! Вот это поворот. Столько он настроил, все деньги вложил в ракетчиках, потерял соплая и не смог их реализовать в ракетчиках. Вот это да! Да, если бы не затащил соплая, он бы просто там... Ему все, что надо было сделать, это не жадничать, не ходить и убивать всеми филд. Потому что один ракетчик, как вы видели, справляется с одним вертолетом. То есть три ракетчика могли бы не дать трем вертолетам защищаться. И все же время он бы спокойно стояли и боевали вертолет. А другие бы ракетчики охраняли бы соплая и все. Там я полетал бы, потерял бы пару вертолетов. Либо красными сделался, полетел бы домой лечиться и все, он бы выжил потом. Все бы копало, добывало бы и игра была бы, ну не знаю, 80% винрейт был бы. Фух, ну да, некоторые решения вытаскивают игры. Так, меняем счетик. Ну что, товарищи, ДФС у нас в полуфинале. Эм... Эм... Ну а... Блин.